Мордовские просветители из чувашского народа. В одном из сел и Бресенского района вспоминают о своем известном земляке. Завтра исполнится 150 лет со дня рождения Макара Евсевьева. Профессор внес огромный вклад в развитие и сохранение мордовской культуры. Именно он составил букварь, которым до сих пор пользуются в школах Мордовии. Наша съемочная группа побывала на родине просветителя. Там создан музей, в котором собрали труды и уникальные фотографии. Несмотря на то, что Малые Кармалы расположены на территории Чувашии, многие местные жители владеют и чувашским, и мордовским языками. Раньше эти земли входили в состав Симбирской губернии. И только 90 лет назад село появилось на карте Чувашской республики. Именно здесь прошло все детство будущего просветителя. Уже с ранних лет он начал познавать культуру мордовского народа. Песни, сказки и легенды. Правда, учиться ему приходилось за семь верст от дома в деревне Ширауте. Это расстояние он преодолевал каждый день пешком. Кто знает, как бы сложилась его судьба, но экзамены в школе у Макары Евсевьева принимал лично Иван Яковлев. Когда учился в Казанской учительской семинарии, он тоже держал связь с Евсевьевым. В письмах Яковлева и Эльминскому напоминается как раз там Макарий Алексеевич Евсевьев. Учительскую семинарию он окончил с отличием, а позже Евсевьев получил диплом Казанского университета. Именно тогда было положено начало его научной деятельности. В летнее время он добирался до самых отдаленных мордовских деревень. Фотографировал местных жителей, изучал их быты, костюмы, собирал фольклор. Эта работа вылилась в пятитомник «Избранные труды». Полностью литературная мордовская грамматика основана на грамматике Макария Алексеевича Евсевьева. Хотя некоторые с этим пытаются поспорить, утверждая, что к мордовской грамматике он не имеет никакого отношения. Несмотря ни на что, труды профессора до сих пор пользуются популярностью. На малой родине Макара Евсевьева в селе Малые Кармалы его именем названа Центральная улица. Именно здесь, на месте уже этого кирпичного дома, он родился и проживал долгое время. В республике Мордовия к своему просветителю тоже относятся с почетом. В Саранске, к педагогическому институту, тоже присвоено его имя. Мордовский пединститут имени Евсевьева окончили многие его земляки, которые сейчас преподают в школе села Малые Кармалы. А Зинаида Яковлева даже была знакома с сыном профессора. В институте про него много знают и много документов. Я туда поехала, много о нем, например, не знала. А именно там в институте прочитала, увидела. Изучают его труды студенты Мордовского вуза. Не раз на экскурсию в Малые Кармалы приезжали делегации Саранска, чтобы увидеть воочию, где жил человек, который изучал незнакомую для многих культуру. Андрей Ковалев и Евгений Анисимов. Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова